Ну вот 2016 год подходит к концу и значит нам осталось только закончить все самое необходимое и начать делать его прекрасным. Всем привет, меня зовут Алена, вы на моем канале и если вы тут первый раз, то добро пожаловать, если же нет, то я безумно рада, что вы вернулись. И сегодня я хочу сказать вам такой небольшой список того, что нужно успеть сделать до 1 января и давайте же не будем удлинять это видео, хотя знаете, вот этими фразами всегда удлиняют видео специально, вот, но я не буду и давайте же уже начинать. Итак, первое, что нужно сделать, чтобы быть свободным к 1 января, это сдать все контрольные, все зачеты, все сессии, все-все-все-все, все закончить и быть полностью свободной от этой учебы, потому что учеба отягощает осознание того, что тебе нужно сдать еще один экзамен, сдать еще один тест, сдать что-либо еще, это просто вот так, я уже хочу отдыхать. Я знаю, что некоторые учатся так же, как я до 30-го, и это немного тяжеловато, потому что 31-го уже пора прощаться с годом, и ты такой, я только с учебой пришел, я еще не готов к этому, потому что я считаю, что к Новому году нужно отдохнуть немножко, нужно набраться сил и просто быть готовым к тому, чтобы начать что-то более важное, более классное и быть просто отдохнувшим именно к первому числу. В следующем году, мне кажется, нужно обязательно посмотреть марафон новогодних фильмов, и как бы это банально ни звучало, посмотреть одного дома, одного дома два, посмотреть Гарри Поттеров, я считаю, что это безумно классно, это поднимает настроение, это атмосферу создает, и новогоднее настроение также привносит в жизнь, и это безумно классно. К сожалению, я свой марафон откладываю на январь, так как уже в этом году не успеваю, потому что все какие-то дела, дела, школа, опять же, я думала в пятницу не ходить в школу, а посмотреть марафон фильмов, но как-то подумала, что, хм, ладно, сходим в лучшую школу. Нам там будут говорить оценки, и чисто теоретически мы должны туда прийти. А, следующее, то, что нужно сделать, это побольше мандарин, да, вы видите эту маленькую вазочку, которую я нашла у себя, и тут у меня большие-большие мандаринки, которые я безумно люблю. Больше мандарин. Время пришло. А, следующее, это, конечно же, выкрасить свою комнату, я не понимаю, как люди могут не выкрашать свою комнату огоньками, мишурой, всем-всем-всем, чем только можно найти дома, и что можно только купить в магазине, потому что это создает, опять же, такую атмосферу новогоднюю. Я считаю, у нас не так часто бывают какие-то такие праздники, которые создают атмосферу, и почему бы нам это не поддерживать, потому что мы чувствуем себя от этого лучше, будем честными, и это очень приятно, это очень вдохновляет даже на то, чтобы что-то делать, и это очень-очень-очень классно. Я люблю это, я очень рада, что у меня хоть что-то из украшений есть, потому что, если честно, перед, наверное, этим месяцем, перед декабрём, в конце ноября, я сидела и думала, что у меня нет ничего, чтобы украсить, благо что-то нашлось. Следующее, это надеть новогодний чехол на телефон, у меня вот это что, посмотрите, какой её прелесть, это оленёнок, оленёнок, и написано Merry Christmas. Кстати, как и моя новая обложка на моём канале, я не знаю, нравится вам она или нет, и я безумно хочу узнать, нравится она вам или нет, потому что я старалась, и я надеюсь, она получилась очень новогодней. Следующая вещь, которую нужно сделать до 1 января, это решить, где праздновать Новый год, с кем праздновать Новый год, что готовить на Новый год, и что надеять на Новый год. И это на самом деле очень важные вопросы, потому что в чём встретишь, то и проведёшь. Странно звучит. С кем встретишь, с кем проведёшь, что съешь, то и будешь есть весь год. Да, знаю, конечно, это не так, но это приятно на самом деле об этом думать, потому что если встретить с чем-то вкусным, с чем-то классным, с кем-то классным, в чём-то классным, то, может быть, так и будет, может с этим мы и будем проводить наш весь 2017 год и наслаждаться этим. Так что я очень вам советую позаботиться о том, где вы будете праздновать, с кем вы будете праздновать и в чем вы будете праздновать, потому что, чтобы чувствовать себя хорошо, вот именно в этот период, с 31 на 1, и где-то про себя понимать то, что было бы здорово провести весь год так, весь год с таким настроением, с такими прекрасными людьми, с такой прекрасной компанией и просто быть счастливым от этого. Следующее это придумать, что же дарить людям, точнее может быть вашим друзьям или еще кому-то. Если честно, то насчет подарков это вообще не ко мне, у меня не получается выбирать подарки, я не знаю почему, что со мной не так, но если что, то я подарки просто не умею дарить, так что фу. Да, вот это все, я пожалуй не буду больше углубляться в эту реву. Следующее это, что я советую сделать перед первым, почему я хочу все время сказать августа, перед первым января это прибраться в своей комнате, чтобы комната у вас была чистая, и чтобы вы пришли туда первого или какого, вы там вернетесь домой, если вы не дома празднуете и поняли, что убираться не надо, просто ложитесь и отдыхаете на кроватках. Да и просто, чистая комната, чистая голова, и это очень классно. Плюс, если вы больше почистите свое пространство, к вам и больше придет, это как говорится, а дашь ненужное, получишь новенькое и возможно нужное, и так не говорится, но вы понимаете, о чем я говорю, надеюсь. Следующее, что я советую сделать, это составить план на следующий год. И опять же повторюсь, неважно будете вы его пересчитывать каждый день или нет, это у вас отложится на подкорке и как-нибудь это случится. Пускай частично, пускай не полностью, но так или иначе вы приблизитесь к своей мечте хотя бы на маленький шажок, а это уже будет очень здорово. Еще, что я хочу вам посоветовать, это простите себя за все то, что вы совершили. И неважно, был ли это какой-то ваш косяк, или может быть вы упали перед кем-то, может быть вы запнулись перед кем-то, или просто чувствуете себя неловко перед кем-то. Постарайтесь простить себя за все, что вы может быть делали типа не так в этой жизни, или даже в этом году, потому что это в принципе не важно. Потому что скорее всего другие люди даже не помнят об этом. Если же они об этом помнят и вам не говорят, значит они просто вас понимают. Так что просто постарайтесь простить себя, принять в себе. Простите себя за все то, что у вас не получилось. Получится в другой раз. Не получилось в другой раз, получится в третий раз. Это обязательно когда-то случится, если это необходимо. Если же это что-то просто, что нужно забыть, просто это забудьте. Отпустите то, что вы в себе держите лишнего, чтобы вам было проще и свободнее, опять же, вступать в новый 2017 год. А также простите других за их ошибки. Все мы не идеальны, и все мы допускаем какие-то свои оплошности. Поэтому каждый достоин того, чтобы его простили. Если это ошибка, достойно прощения. Если человек особенно раскаивается, если человек сожалеет, дайте ему эту свободу. Дайте ему почувствовать себя свободным от того, что он виноват. Потому что это безумно тяжелая ноша, и просто простите себя, простите вокруг кого-то, кто нуждается в этом. И последнее, наверное, и одно из самых главных, это настройтесь на хороший год. Настройтесь на продуктивный год, на год, в котором все удастся. И просто думайте об этом с легкостью. Все получится, все будет хорошо. Этот год, это не самое новое начало. Вы начинаете новый год каждый год. Поэтому просто с улыбкой вступите в это новое время, в этот новый шанс для вас. И помните, что шанс это каждый день. Это каждое утро, когда вы просыпаетесь. Это и есть все, понимаете? Главное, что вы просыпаетесь. У вас есть жизнь, и цените ее. Так что я вам желаю все ваши планы, какие вы еще запланировали на 2016 год, если это возможно, то выполнить. И вступить в новый год с легкой походкой, с легкой улыбкой, и просто с хорошим ощущением внутри, с своим душевным хорошим состоянием. И все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, что что-то из этого вам поможет. И я вас очень сильно люблю. Желаю вам хорошего, хороших каникул, хорошего нового года. И увидимся с вами очень-очень скоро. Так что пока-пока.